МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Васвятая служба информации телерадио компании Гомель. У студии працуя Марина Джалая. Глядите у гэтым выпуску. Гололюдица, ветер и мокрый снег. Да и настойливо просить уличывать умовы на дворья. Бояться не треба, треба ведать. Апериативную информацию по проблеме распосудживания ВИЧ сегодня огучили подчас пресс-конференции. История грошей. Новый музей-лаборатору открыли у ГДУ имя Франциска Скарины. А зараза б гэтым и иншим больше подробязна. Умовы на дворе уносятся в коррективу дорожно-транспортную обстановку региона. Минусовые температуры минулой ночью провели до утворения лёду местами на дорогах до Гололюдицы. Не все автомобилисты поспели пристосоваться до небеспечных умов на дворья. Некоторые навод не сменили летние шины на зимовые. Первого снежные за это начнут штрафовать. Незаконно послухменных водителей, очакая попереджение, альбо штраф – полова базовой величины. При этом супрацовники да и означают, что до початку снежного сезона в закон унесены смены. Теперь навод, коли зимовые шины стоят, глубина протектора склада меньше за 4 мм, и в этом случае максимум штраф у померы одной базовой. А вот за полторное порушение этих потребований на протяжении года автомобилистам доведется заплатить от 2 до 5 базовых величин. Дорогие, как показывает статистика аварийности, на дворье умеет карать не горш. Так, за последние сутки в Гомельской области зафиксовано 48 дорожно-транспортных здоровеньев. Её есть потерпелые. Одно из происшествий случилось в городском поселке Брагин. Девушка 21 года, управляя автомобилем Рено и двигаясь по городскому поселку Брагин, не справилась с управлением, неправильно выбрала скорость движения, а также не учла погодные условия и совершила столкновение с автомобилем «Фольксваген» под управлением 48-летнего мужчины. В результате происшествия девушка с травмами была доставлена в Брагинскую городскую больницу. Як поведомили областным гидромедцентром, в ближайшие сутки на двор и на Гомельщине будут обозначать поветренные фронты Межземноморского циклона. В областном центре на завтра вешаны оранжевые узровы небеспеки. Чекаются порывы ветра до 17-18 метров за секунду. Прагыты мопатки будут неистотными. В ближайшую ночь у Гомеля прогнозуется до минус 2. В день до плюс 3. В целом по области в ночи будет от минус 4 до плюс 1. В день от 0 до плюс 5. На большей части территории махчимый мокрый снег, и дождь. Наступный материал так само адресованный тем, кто клопотится про свою безопасность. Зараз на Гомельщине проживают около полутора тысяч человек, которые являются вичинфицированными, но еще не уличиваются соответствующей статистикой. Такую лечу выдают методики разликов, распространенные Сусветной Организацией Аховы Здоровья. Эта информация была огучена подчас пресс-конференции, призвеченная Дню боротьбы со СНИДом. Как избегнуть захворывания, и насколько эффективными заявляются сучасные способы лечения, подчеркнулся Олег Сентюроу. Встречалась с молодым человеком около полугода. На празднике произошел половой контакт. И где-то через полгода начали появляться признаки первые. Лимфоузлы увеличились, появилась сыт на теле. Ходили к аллергологу, но так диагноз и не поставили. И только через некоторое время направили к инфекционисту. И вот выявили диагноз ВИЧ-инфекции. Гомельская областная инфекционная клиничная больница, консультативно-диспансерное отделение по ВИЧ. Минавито тут сегодня працуются с людьми, которые имеют ответственный диагноз. За минулые 30-ти годы, что-то изменилось, сучасные методы терапии стали значно больше эффективными. Зараз я е проходит 3700 человек. До конца года их колькость появляется до 4000. Когда выполнять все потребования медиков, то на вот с ВИЧ теперь можно жить не одно 10-ти годы. Одна схема может работать до 10 лет. Конечно, мы приходим потом к тому, что вирус привыкает к этой схеме, приходится переводить пациентов на вторую линию, затем на третью или на схему резерва. Но если он привержен, схема работает далеко, упорно, и может человек прожить до глубокой старости. Когда ранее основная колькость ВИЧ-инфицированных страдала молодь, то зараз практически половая выявленных выпадков сирот людей возрастят 40-х годов и вышей в группе «Рызыки» представники рабочих специальностей и люди без опылного места джихарства. В этом году в четырех районах Гоменской области провели акцию по протягнению дорослого населения до самотестирования по ВИЧ. В наступном году я ее плануется поширить. Вот такой экспресс-тест на ВИЧ сегодня можно свободно набыть в аптеке, который он без упаковки, каштой у себя около 6 рублей. Как доведаться об своем диагнозе, необходимо 15 минут. Правда, как заработать это, потребна пыльная расшучность. Хоть и ведешь, что поводит себя беспечно, а ли пыльные хваливания все-таки присутничают. Все лето в аптеке Гоменской области поступило 1300 таких тестов, около 600 захарализованные. В вынику двоих же хоров региона звернулись за подтверждением диагноза в медицинской установе и теперь имеют официальный статус вичинфицированных. К питанию выявления новых выпадков захворения у Воголя надается значная увага. В этом году отповедный скрининг провели у 14 районных в области, выявили еще 150 выпадков, а ли и эта лечба вероятно не кончатковая. После какого раза, кали оценивать ситуацию сгодно с международно принятыми методиками. В Гоменской области где-то недовыявлено около полутора тысяч вич-позитивных. Это есть такая программа, называется «На спектрум». Туда закладываются определенные показатели, ну и результат получился около полутора тысяч. Мы сейчас над этим активно работаем. Я думаю, что тот скрининг, который был в этом году на 14 административных территориях, он будет продолжен и в следующем году. Конечно, это требует дополнительных финансовых затрат, но это они несоизмеримо малы с тем, что получается трата уже потом на лечение этих пациентов. Олег Синчеров, Евген Макеенко, телерадио «Компания Гомель». Важнейшая роль у экономицы належит грошам. Новую музею-лабораторию, закликанную познайомить с историей грошовых сродков, открыли у ГДУ имя Франциска Скарины. Экспозиция присвечена на доходящему юбилею кафедры финансов и кредиту и включая больше за 300 грошовых годинок разных часов и краин. На открытии побывали и наши корреспонденты. Кафедра финансового кредита у ГДУ одна со старейших на экономичном факультете. Худка ей исполнится 45 годов. С этой нагоды выпускники, выкладчики и студенты огольными силами зарабили подарунок. Открыли первый на факультете музей-лабораторию с постоянной экспозицией и историей грошей. Музей-лаборатория посвящен денежному обращению, в том числе на территории Беларуси и в том числе даже на территории Гомеля, поскольку в экспозиции, которая представлена здесь, есть и уникальные копии, уникальных денег, которые выпускались на территории города Гомеля в 1918 году. Этот кабинет теперь не просто музей, а именно виталаборатория, где любой аспирант и студент может докрануться до экспоната и доследовать их. Гроши прошли протяглую эволюцию в истории человечества. От таких сродка обмена, как скурки, живел, соли, золото, до электронных грошей и криптовалют, как изменялась форма банкнот и монет. Их забеспечения каштовными металлами, как заявились паперовые гроши. Про все это наведывальники смогут доведаться не только у Теоры, а и наглядно поглядевшие экспозицию. Монеты Рымской империи, Великого княства Литовского, Сторожитной Руси, Царской России и замежных краин сбирали уникальную коллекцию, долго и не только силами супрацовника университета. Многие городжане поделились своими приватными коллекциями и презентовали особные экспонаты. Наша преподавательница Пашлакова Ольга Сергеевна очень долго планировала все это организовать, но большую часть все-таки принесла сама Ольга Сергеевна. Ну и наш плод тоже здесь. Это было очень давно, мне сказали, что это моя прапрабабушка где-то очень хранила деньги, очень хорошо, и вот нашли вот это вот. А я думаю, ну почему бы не сделать приятно своему преподавателю и родному университету. Анна Корольчук, Ихар Марысченко, телеродокомпания «Гомель». У «Гомеля» сегодня отбылся заключенный этап пятого областного конкурса с родновушенцем у работников профессийной, технической и средней специальной эдукации «Спадшина». Все это споборничество проходило в пяти номинациях. В приватности финалисты распроцовывали экскурсийные маршруты по историко-культурных местных регионам. Сдымали видеоролики про волонтерский рух, читали верши, присвященные малой родиме и представляли вокальные и хореографичные номеры. Агульная мета – расповести об итогах традиционной культуры разных кутков нашей области. Демонстрация всех проектов конкурсу «Спадшина» владилась одночасово в некоторых залах областного дома новушенцев и работников профессийной адукации. Выбрать лучших журы было непросто. Что год, это творчество споборничество додает как у своей масштабности, так и в узровне конкурсантов. В этом году поступило как никогда очень много работ. 324 работы поступило к нам на конкурс из 50 учебных заведений. То есть масштаб конкурса растет из года в год. ГТ и другие новины вы можете знать на нашем сайте у интернет-те по адресу www.tivergomel.by Далее у эфира «Спортивный огляд». З новинами спорта вас познайомить Михаил Садовский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова